Всем привет! Я Катя Бабаш. Я занимаюсь фотографией уже более 10 лет. И мне бы хотелось, чтобы 10 лет назад кто-то поделился со мной простыми, но понятными советами. Вообще, с чего начать, что делать и куда бежать, на что обратить внимание. Для вас я подготовила серию видео с короткими советами по фотографии. Видео будет максимум 2 минуты, поэтому вы сэкономите свое время и энергию и потратите ее в нужное русло на фотографии. Ну что, поехали! И первый мой самый главный совет вам, начинающие фотографы, техника не важна. Я получаю этот вопрос очень часто. Какой фотоаппарат мне купить? Я хочу попробовать заниматься фотографией. С чего мне начать? Некоторые отвечают, что с покупкой фотоаппарата. И это неправильный ответ. Начинайте с того, что у вас уже есть. Я уверена, что у всех у вас есть дома какая-то камера. Если вдруг действительно так получилось, что у вас нет ни мыльницы, ни пленки, ни старого цифрового, вообще зеро-ноль камер, камера у вас есть, внимание, где? В телефоне. Это точно такой же фотоаппарат, как и все остальные. В нем есть выдержка, диафрагма и все эти другие непонятные, возможно, вам на данный момент слова. Тренируйтесь и начинайте с малого. Если вам действительно нравится заниматься фотографией, то для вас будет не важно, на что снимать. Со временем вы поймете, что фотоаппарат это всего лишь инструмент. И да, возможно, каким-то более классным, дорогим фотоаппаратом вам будет чуть проще работать. Но не в этом суть. Фотография это не про технику, а про свет и день. Поэтому пробуйте, начинайте с того, что у вас есть, делайте ошибки, продолжайте экспериментировать, берите камеру в аренду. Это гораздо дешевле, чем купить новую камеру с 2000 долларов. Есть точно такую же камеру с 2000 долларов, можно взять в аренду за 300-400 гривен в день, попробовать, потестировать. Дать ее обратно в сервис аренды фототехники, прийти домой, разобрать снимки, неделю над ними думать, что-то новое придумывать. Потом опять взять другую камеру, протестировать много разных камер. Поэтому пробуйте, снимайте, не зацикливайтесь на технике. Главное, снимайте, и тогда ваша любовь к фотографии либо разовьется, либо очень быстро закончится. Вы поймете, что это все-таки не для вас. Такое тоже может быть. Либо вы все-таки решите, что нет, хочу, не могу, люблю фотографию, буду ей заниматься. И сможете уже определиться, что же вы хотите купить, фотоаппарат, какой, и сами будете знать, с чего начать. Спасибо за внимание, надеюсь, мой совет был вам полезен. И не переключайтесь, скоро будут новые. Продолжение следует...